Я безмерно счастлив приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус. Продолжаем строить умный дом на базе мегаскрипта Татьяна. Я напоминаю на всякий случай, что имя Татьяна скрипт получил, скажем так, во вторую очередь, потому что Джарвис было бы слишком нагло. Хотя, говорят, Цукерберг, сучонок, вообще скромностью не наделен. Ну, бог с ним, подумаешь, вряд ли он вот так вот может сделать. На ваших экранах, господа, турбраузер справа, слева Firefox, просто Firefox. Соответственно, в адресных строках видите то, что в открытом доступе прямо сейчас через интернет и в дипвебе по, скажем так, Тор сокетам, или как это правильно? Короче, в сети Тор гуляет исключительно внутри, поскольку с динамическим DNS запариваться не хочется. И, соответственно, слева это то, что в локалке, напрямую. Посмотрим, проверим. Я, наконец-то, это допилил. Хочется вот как раз и посмотреть. Во-первых, во-первых, при попытке попасть, вот как можно видеть, дофига всего. Тут пока тестировалось, набилось в историю. Но, так или иначе, попробуем попасть на главную страницу. С главной страницы нас тут же перемещает на файл, ну, на страницу авторизации. Аналогично должно произойти и здесь. Да, все полностью идентично. Вводим логин и пароль. На всякий случай напоминаю, что все настройки хранятся в едином настроечном файле Settings.php. Там у нас прописано User и Password. И вот мы попадаем в главное окно. Теперь, если попытаться попасть через сеть Тор, разумеется, ничего не произойдет, несмотря на то, что на одном компьютере открыты файлы, логично, что IP-адреса разные, сессии разные. Что, в общем, очевидно. Да, работает на сессиях и на кукисах. Исходный код открыт, можно посмотреть как. Ну и, конечно же, по традиции, щелчки. Все работает, друзья мои, полностью. Вот так вот, анимированные кнопуленечки я добавил. Ну, в общем-то, это слегка модифицированный старый шаблонный, скажем так, старый шаблон Татьяны. Но на этот раз Frontend здесь более кулюторный. План также у нас отображается полностью. Ну, это вы видели, это все работало, в общем-то, уже до этого. Но самое главное, что на данный момент Татьяна у нас обзавелась полноценным фронт-эндом с авторизацией. Действительно, безопасной, как мы видим. Ломать можно долго. Ну, брутфорсом-то, в общем-то, подберется, конечно. Но для защиты базовой этого пока вполне достаточно. Ну и аналогично добавлена кнопка выход. И нас, разумеется, возвращает на страницу авторизации. Теперь попробуем повторить эксперимент через Тор. Паспорт. Зая, открывай. Загружается. Заработало. Причем скорость достаточно приличная. Не всегда, конечно, но с мобильного телефона, например, можно будет попробовать. И, разумеется, если попытаться попасть на корневую страницу, на корень домена, из локальной сети для неавторизованного пользователя, опять же, сессии разные начаты. Поэтому, собственно, здесь никаких разногласий нет. Разумеется, все работает. Все идентично, одинаково отображается. Здесь немножечко артефактика кое-какой есть. Таблица не совсем корректно прорисована. Но этот вопрос уже такой десятый. Лишь бы работало на данный момент. В будущем, разумеется, это все будем чинить. И что же, господа, осталось доделать парсер логов, который будет показывать здесь последние события. Ну и совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть добавить системной информации. Ну и, в первую очередь, разумеется, аптайм. Это все можно получить очень быстро, очень быстро, действительно. Так что время, температура на улице, температура дома. Это все будет добавляться по мере того, как датчики ко мне приедут. На данный момент осталось допилить всего-навсего одну, одну нахрен функцию. Это лог. Назад к управлению. Да, вот, что-то тут тормозит у нас в турбраузере. И, собственно, в турбраузере на мобильных устройствах точно так же тупит. Видимо, здесь какие-то ограничения по, собственно, самому браузеру. То есть, возможно, используется какой-то устаревший, может быть, интерпретатор я вас крипта. Ну или как-то так вот сложно мне судить. Черт знает там, чем совсем уж так вот на таком, на тонком, на глубоком уровне отличается торбраузер. Ну, точнее, это, в общем-то, Firefox. Просто более старой версии или менее новой, как правильно. Чуть более старшая версия, которая показала себя как надежная, безбажная и, соответственно, безопасная. Вот так, господа. Присоединяйтесь к проекту на GitHub. Вносите свой вклад посильный, если хотите помочь. С удовольствием, приму помощь от кого угодно. Читайте, будьте в курсе, что там коммитим активно. Александр Шнуров продолжает постигать GitHub. Но, так или иначе, думаю, что все у него будет отлично в этом плане. Какие-то тестовые коммиты он уже запиливал, какие-то тестовые файлы добавлял, удалял. Вроде разбирается. Но, надеюсь, что все будет в порядке. С вами был Бутылкус, господа. Вот так вот, коротенечко, Татьяна обрастает новым мясом. Жутковато звучит, но это ж правда. Это ж правда. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться этим роликом с друзьями. Особенно теми, кто собирается строить умный дом. Вот вам, господа, абсолютно бесплатное решение. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok